Медицинский институт Но были у него планы, поэтому он встречался много с молодежным активом Ну это просто так, черточка Потом он оказался в клинической ординатуре Потом очень быстро стал заведующим отделением Буквально через пару лет главным врачом, первое РКБ Потом он перешел в Минздрав и работал там Главным хирургом, ну лет, наверное, восемь А потом он перешел в Мединститут, основал кафедру урологии И по существу все эти годы с ранней практики до зрелого возраста Он занимался тем, что организовал и организовал в Удмуртии урологическую службу Вместе с профессором Сабельниковым, он был такой замечательный человек у нас Потом Иван Иванович умер, к сожалению, рано И вот клиника эта была крупнейшая в СССР, 120-й Даже больше, чем институт урологии в то время Он прекрасный был оператор Освоил, ну, практически весь спектр современной урологии Оперировал быстро и всегда очень качественно Пользовался абсолютным авторитетом непререкаемым Ну и вот уже потом до конца жизни он работал в мединституте Мама, она, значит, проработала всю жизнь Немножко она работала, ну, после института, когда я еще там был, до года Она работала врачом в Минздраве месяца два-три А потом ей предложили на работу в так называемую туберкулезную службу в госпитале В общем-то, и там она тоже вот в сжатые сроки Они организовали хирургическую службу легочную И по существу имели тоже очень передовые позиции Тогда в СССР по лечению Ну, там оперировали людей, у которых была необходимость при туберкулезе Ну, рак был тоже легких компетенций и разные другие заболевания У них были хорошие результаты, очень Которые было не стыдно показывать Они были на хорошем счету все Если вот говорить о них Ну, по существу Отец сделал две вещи больших Первое, это он заложил и организовал урологическую службу Второе, что он сделал, значит, это с 60-го по 68-й год Он все время ездил по районам республики Два-три раза он летал В неделю туда было в Санавятство на уровне И он учил их оперировать И оставил после себя Хорошую школу районных хирургов Которые, ну, вот в рамках их компетенций Могли выполнить любую операцию в рамках компетенций Подчеркиваю, пересадка сердца в районе никто не занимался Вот, мама тоже Они ездили по всем районам У них был прикрепленный куст Увинский Они вовремя находили больных Которым нужна была операция И таким образом, ну, практически победили туберкулез К концу 80-х Ну, после 90-го года все по новой Начинай сначала Вот Ну, если так угодно и удобно Сказать то Ну, отец Я по его примеру Я выбрал себе профессию Хирургия А глядя на отца, на мать Вот я выбрал для себя кардиохирургию Как профессию Сердечно-сосудистую Вот Это их третье дело Потому что мне удалось создать такую Службу в Удмуртии практически с нуля Никто ни до меня, ни после Ничего, так сказать, такого не организовывал Ну, вот так надо было видно Если о родителях, да Ну, отец был кандидат в медицинских наук Доцент Мама не имела степени И когда ее спрашивали А чего ж ты Вот Арсений Михайлович Загребин Был такой Замечательный профессор у нас Он был ректор 60-е годы И потом заведовал кафедру анатомии Он все время мою маму спрашивала А чего ты, Наташа Вот Кандидатскую ты не защищаешь Ну, она показывала на меня Вот это кандидатская Но Юлия Германовича Вот это докторская Ну, понятно Понятно Вот Так что они были Ну, мама, слава Богу, есть Отец рано умер 60 лет Маме 90-е Жива-здорова Значит Ну, вот они Так Вклад в развитие, пожалуй Унесли Исключительно серьезный Унесли